Колисти они работали разом, сегодня в разных державах. Но это не перешкоджая, потребляясь на працеванные годами совязи. Былые и сегодняшние работники агропромысловых комплексов Брестского района Беларуси и Любомельского Украины сустрились в открытом акционерном товаристве «Комаровка». Колисти при Советском Союзе они работали разом, сегодня в разных державах. Но вот эти обставины не дают им страчивать на працеванные годами совязи. С этой нагодой – черговая встреча работников агропромыслового комплекса. Обмен опытом и смотрим, как люди живут, это воспитательный процесс. Каб побачить, как развивается сельско-господарчая база соседней Беларуси, далеко отъезжать от мяжи не спотребилась. Экскурсия на колах по приграничной Тамашовце началась с пушкафабрики «Дубравский бройлер» завода европейского узровня. Новейшие технологии утримания и кормления птушек дозволили тут завести до минимума удел у вытворчости техничного персонала. За сутки пушкафабрика споживая больше за 100 тонн комбикормов. Эту задачу выращает комбикормовый завод, который достаточно становчиво работает у Тамашовцы. За два года завод отримал добрую репутацию. У приватности это течется объема у вытворчости. За годину завод выдает 20 тонн комбикормов. Тут так само все автоматизовано, процессами керуя головным чином программное забезпечение. Цельгазпредприемство «Комаровка» что год поширает вытворчость и створяет новые прационные месяцы, основные на прамке деянности, выращивании и от корм буйной рогатой живелы. Тому наступным припинком стала вытворчая база и мехдвор СПК. Завершился визит украинских гостей наведыванием музея космонавтики, размещенного у мясцовой школы и спорткомплекса «Звездный». Мы сегодня видим, как работает сельское хозяйство, заработная плата работника, как сегодня рассказал председатель колхоза, где-то в среднем 420-450 долларов. Если в сравнении с нами этого всего нет, жилищная проблема на селе решается. Сегодня строятся три дома для сдачи, работающие для механизаторов, для доярок и, так сказать, для сельской интеллигенции. Удельники делегации не раз зазначали, что Беларусь обрала правильный накерунок развития сельской господарки. Иголовные переконалися угытым на свои очи. Все очень понравилось. И сопоставить ваше сельское хозяйство и наше, то мы можем сказать, что находимся далеко и далеко от вас. Ваши люди спокойно работают, имеют работу, знают в завтрашний день. Визит у отказ чекается уже в наступном годе, коли белорусская делегация наведает фермерские господарки Любомельского района.